Добро пожаловать на мой канал и не забудьте подписаться. Всем привет, мои хорошие! С вами я, Светлана Ата. И сегодня очередная с вами болталочка, болтавушка, болталушечка, болтология. Я загрузила видео на тему историю моей подписчицы, и видно, она вам понравилась, и продолжу и другие истории рассказывать, потому что очень их много у меня собралось, и уже начинаю забывать. Настолько много историй появляется у меня, и не то, что там вот прям сегодня, а вот именно на протяжении очень многих большого времени. И даже есть неоконченные истории, надо, кстати, написать моим подписчикам и спросить, чем же там закончилось. Ну так вот, перед тем, как начать рассказывать очередную историю, я тут прочитала комментарии, и вот решила поговорить о себе. Вот одна моя подписчица спрашивает, Светлана, а как вел себя при знакомстве НДР ваш, как это все произошло? А НДР как себя вел? Как он хотел с тобой сойтись жить? Вы знаете, что НДР, я рассказывала в своем видео, как я вышла замуж в Турцию, он был совсем по-другому, он был какой-то идеальный, и поэтому, наверное, я обратила на него внимание. Дело в том, что когда мы с ним познакомились, вы уже знаете нашу историю, я приехала на заработки в Турцию ради своего сына, и, ну, также и выплатить кредит за машину, и нужно было работать мне. И так вот, мы когда с ним познакомились, не буду возвращаться к той теме, хотите, посмотрите, пожалуйста, в этом видео, как это все произошло, но что мне понравилось в НДР? У нас какие-то отношения были, я стеснялась очень много, а он тоже себя вел очень элегантно, красиво, приглашал, когда мне в кафе, ни в чем мне не отказывал, и я ему была за все благодарна, потому что, знаете, я так столкнулась с жизнью, что мне приходилось очень много все самой, все самой, и шачить, работать, и оплачивать свои желания, и свои запросы. И тут вдруг мужчина, который вот поинтересовался, вот была такая история даже, мы зашли с ним в кафе, он меня пригласил, и у меня там на мои брюки кофе разлила, и он говорит, пойдем, говорит, сейчас, говорит, я тебе куплю новый, я сказала, нет, не надо там, в следующий раз там. Нет, я, говорит, хочу, говорит, купить себе новые брюки. Ну и все, я и забыла, и вроде думала, он забыла, когда мы поехали в другой город, он мне пригласил в большой центр торговый, и, значит, начал водить меня по магазинам, а я подумала, что мне сейчас не до магазинов, я каждую копеечку собирала, так, а он мне завел и показывает, и говорит, ну, посмотри, что тебе нравится. Я говорю, а зачем мне смотреть? Он говорит, посмотри, что тебе понравилось. Давай тебе купим брюки, которые ты, помнишь, испортила, и тогда со мной в кафе была, он не забыл это, и вот выбрал мне вот в Мави, мы зашли, помню, первые подарочки были у него в Мави, он мне купил такие босоножки, блузку и джинсы, и все это в Мави, это не дешевый магазин, это не лайки, не вайкики, не кутон, не де-факто, это брендовые магазины, там вещи, я даже, когда посмотрела на ценники, для меня в тот момент было это очень дорого, там брюки были 300 лир, в то время, когда я приехала, 300 лир было 100 долларов, но он купил мне, я, естественно, поцеловала, и он так обрадовался, щечку прямо в магазине, говорю, спасибо большое, и я вот смотрела по его поступкам, когда мне нужно было ехать, я собиралась в Батуми, он мне, значит, мы были тоже на очередной прогулке нашей в другом городе, и он мне, значит, предложил, говорит, Светлана, говорит, ну, мой турецкий был не такой хороший, я его понимала, но, может, столько не могла говорить, да, почему-то не сообразила пользоваться словарем, но я его понимала, вот, читала его слова, вот, может, не каждое слово, но суть, то, что он говорил, понимала, и он мне сказал, говорит, когда ты поедешь, говорит, Батуми, можно я тебе сделаю подарок, я говорю, какой, я хочу, говорит, тебе купить билет в Батуми, и хочу купить подарки твоей семье, ну, я сказала, ну, пожалуйста, тебе решать, что и как, конечно, мне это было приятно, очень приятно, но он так и сделал, я помню, тогда, когда мы пошли покупать мне билет, на самолете был очень, тогда 700 лишь долг билет, это было где-то 200 с чем-то долларов, я бы не позволила бы себе такое, я бы доехала с пересадками, но он даже не моргнул глазом, когда ему, может, он и кредиткой заплатил, но он не показал эти, понимаете, и также он делал подарки моей семье, всех считал, двух внуков и третью, которая должна была родиться, и маме моей, дочери моей, сыну моему, вот он сделал такие подарочки, и вообще он, я чувствовала то, что он знает, что мне нужно купить, он даже, когда у меня был, я же, когда приехала, у меня был долг в банке грузинском, и он, я не поняла его на тот момент, так как плохо владела турецким, когда мы приехали сюда, через какое-то время, через год, он мне объяснял, думаю, почему, он даже не попытался, чтобы я бросила работу, заплатить за меня, а он, оказывается, мне тогда сказал, что я, говорит, пошел в банк, хотел взять кредит, у меня было много тогда, много было, долго, и мне не дали ему, потому что у него были до этого кредиты, мне не дали такую сумму, и я очень сожалела, и переживала за тебя, и он мне поэтому всегда говорил, ты сейчас собирай свои деньги на долг, а то, что тебе нужно, необходимо, шампунь, крема, даже мы еще не жили вместе, а только встречались, что тебе нужно, фен, там, все, вот эти вот принадлежности женские, ты мне говори, даже у меня был такой момент, когда я пришла, у меня колготки порвались, а так было неудобно, и я ему думаю, напишу-ка я ему, а вось и пройдет, и он мне звонит, говорит, какие колготки тебе купить, представляете, принес, говорит, первый раз в жизни женщине покупаю колготки, даже была такая ситуация, то есть я от его поступков увидела только один, инициатива была в его руках, чувствовала, что со мной мужик настоящий, мужчина, что он думает о моих потребностях, о моих желаниях, он бежал с работы, у него уже было три смены работа, он прибежал с работы, и он знал, что я люблю черешню, фрукты, черешню обожаю, а там была такая огромная, самая дорогая, можно было по пять купить, а он по 20 в супермаркет и по 30 лир покупал, приносил мне вот эти все в пакетиках, это же женщины, все сотрудницы наши, удивлялись, какой он у тебя внимательный, принесет арбуз для всех женщин и приносил мне там какое-то два пирожные, но я, естественно, со всеми делилась, ашка им, ашка им, я тебе этот, выйди, пожалуйста, и я выходила, брала, вот так вот он меня проявлял ко мне знаки внимания, мои хорошие, да, и я вот понимала, что это мужчина, который знает, что мне надо, и когда мы ехали, он мне все время говорил, всегда делал подарки, когда у меня был выходной, он еще не бывало такого, чтобы он, я уходила без подарка, потому что знал он, что если я иду с ним, то я теряю рабочий день, и он мне восполнял эти, понимаете, один день мне сережки купил, золотые, вот я ему говорила, мне надо выпить этот утюжок, он принес утюжок, то фен мне принес, все-все он делал, то я вот тут увидел, у меня обувь какая-то была неудобная, он говорит, после работы я жду тебя, отпросись на полчаса в магазине, возле магазина, и он мне все покупал, покупал мне хорошие вещи, не то, что там дешевые, а именно качественные. Вот такие были у нас отношения с Ашкемом, и я всегда привожу пример и сравниваю моего мужчину с мужчинами моих подписчиц, и всегда, основываясь на собственном опыте, могу давать советы, как должен поступать мужчина в тех или иных ситуациях. Мужчина должен всегда покупать женщине билет, если он к ней серьёзно относится, вот и мой мужчина, то он должен покупать женщине билет, и все затраты брать на себя, если он на ней хочет жениться, если он ещё не понимает, недооценивает ситуации, то вам не нужно, не познакомившись с ним заранее, ехать и выходить замуж. Это очень опасно, потому что мне повезло, что я его видела, мы с ним познакомились, а женщина, которая знакомится по интернету, пожалуйста, приезжайте, знакомьтесь с ним заранее, или он пускай к вам приедет, или вы к нему приезжайте. Но не надо рубить, сжигать все мосты, всё терять у себя на родине и лететь, бежать к нему. Это неправильно. Вот мой Ашкин пришёл, тоже любопытничает, что я делаю. Я же его бросаю всё время, то сейчас на вебинаре сидела два часа, то вот с вами разговариваю. Так, друзья мои, сейчас я хочу вам рассказать одну историю, даже не знаю, какую выбрать.